всем привет друзья если вы рассматриваете к покупке какой-либо планшет недорогой то видео скорее всего вам пригодится потому как в этой посылочки кстати здоровая такая огромная посылка картонная смотрите как скотч обмотал продавец продавец молодец так вот в этой коробке находится новинка достаточно интересная за свою стоимость здесь интересные характеристики сейчас мы с ним познакомимся посмотрим как он там фотографирует кстати 4g что здесь за процессор какая здесь картинка какой звука здесь по моему 4 динамика должно быть мы это тоже в том числе проверим в общем-то по стоимости ссылка в описании как раз сейчас на алиэкспрессе идет распродажа и скорее всего хорошая выгодная цена потом естественно планшет подражает хотя китайцы они такие хитрые что могут после распродажи 11 11 забудить еще следующую распродажу скажем скажу так праздник продолжается еще на две недельки но они могут так я думаю где-то процентов 90 так и будет а также по ссылке описании вы по ссылке в описании к этому видео вы найдете мой телеграм-канал скидки на алиэкспресс приходите подписывайтесь я там размещаю самые лучшие предложения самые интересные скидки новинки всякие не часто конечно замещаю потому что ну не часто бывает достаточно действительно интересные какие-то распродажи и уж тем более действительно интересные новинки так что подпишитесь на телеграм-канал и так вот так вот внутри коробка и и чтоб достать так вот раскромсаю ну и сам собственно планшетик пупырки немного конечно но продавец завернул и коробочка как видите еще и в пленке слушайте на удивление толстая компания называется black you моделька где-то должна быть здесь указана и так моделька баке он так 15 вот перед вами пожалуйста у меня по памяти 8 гигабайт оперативной памяти 128 накопитель ну и давайте ее распечатаем это огромная коробка непривычно я привык все-таки распаковывать не планшеты а смартфоны там коробки поменьше в кадр помещается это же настолько огромная что не лазит и так кстати по памяти здесь на уголочке смотрите-ка 14 гигабайт а 8 гигабайт это оперативной как я сказал плюс 6 можно виртуально расширить за счет встроенной памяти но на то такое конечно но 8 гигабайт оперативки это уже много ничего такая коробочка подарочного такого знаете варианта тут так 15 блэк ее с этой опять 15 с этой опять блэк ее цветная такая красивая обложечка все паттично молодцы подошли к этому вопросу с любовью ух ты вот это уже круто чехол в комплект я еще надеюсь что пленочка будет чехол да еще и прикольно офигительный чехолчик вот это вообще классно комплекте кроме всего прочего у нас также естественно идет мануал мануал том числе имеет на борту своей бумажной информации русский язык вот так молодцы китайцы молодцы далее символоток чтобы скрывать я не буду ее доставать у меня есть тут скрепочка рядом так белого цвета у нас тайп си провод пожалуйста вот это хороший плюс этому планшету что именно тайп си ну и блок зарядные друзья у нас имеют следующие характеристики они перед вами 18 ватт зарядочка с евро вилочкой ну такая нормальная обыкновенная зарядка не сильно-то и большая вот это все пластик под этим пластиком да ничего там нет под этим пластиком рассмотрим девайс более подробно но для начала не снимая этого чехла хочу отметить то что чехол имеет защиту по краям видео таких вот наростов угловых хорошая защита все-таки планшет она не помешает камера у нас виднеется и даже фотоспешечка по камерам друзья у нас основной модуль камеры 13 мегапикселей это вот как раз таки вот это расположенная сзади да но также есть фронтальная камера на 8 мегапикселей тайп си зарядка она же передача данных ну и кстати вот и га поддерживать можно сюда мышки подключать всякие хабы в общем то тут еще есть много задачность в настройках можете несколько окон открывать и что-нибудь там с документами работать не без этого а также вот раз два перфорация 34 динамика опять-таки звук проверим три с половиной мини джек есть хоть и на углу на самом как-то очень странно это выглядит самом углу но он есть это уже большой плюс далее ну сверху у нас кнопка включения выключения вот она располагается и качать громкости плюс-минус они прикрыты чехлом чехолом смотрите какой у нас тут как-то наверное в одной известной компании и да он что он еще по ходу магнитную функцию имеет ну и конечно его можно каким-то способом а вот так вот можно сложить нет не так а как можно сложить а вот так магнитится да вот пожалуйста и можно ставить смотреть контент хороший чехол вообще классные бортики вот пожалуйста над экраном и так у нас тут как видите перечисление характеристик основных у нас дисплейчиков full hd плюс между прочим и ps матрица 10 и 51 дюйма 8 гигабайт 128 сказал 8280 миллиампер час аккумулятор немаленький вам скажу но по камерам я тоже сказал 813 но это еще не все характеристики кстати по центру здесь горизонтальном расположении находится как раз таки камера скорее она подойдет исключительно для видеосвязи так ну я хочу достать этот планшет из чехла и посмотреть как тут по материалам все таки планшет тоненький там по моему меньше восьми миллиметров 5 таки посылки писаний приходите вот и пленкой на на там есть защитная пленка я посмотрите что делаю по ссылке писаний приходите смотрите точно его характеристики полупрозрачные вот это кстати силикон ведь и гнется соответственно эластичность и ударопрочность том числе защита камеры оботочек присутствует ну и сам планшет ух ты какой он тоненький прямые грани слушайте холоде трубку это все металл это все металл очень тонкий там по моему что-то то ли 7 8 миллиметров то ли 7 и 9 миллиметров наклеечка с вашего разрешения сниму несколько расцветок моем случае это серый расцветка но по моему что есть голубенько расцветки душе что конченки не оторвать ладно пускай на на месте пока находится логотип компании как видите бронирование и все это монолитный монолитный корпус единая лодочка металлическая а вот сверху вот она кстати сверху идет такая полосочка это пластик не холодит руку это видимо для вай-фай антенны для лучшего приема данные 4g 4g здесь тоже нужно присутствовать да вот она . посмотрим что у нас там находится так отщелкиваем ну и как видите одновременно можно поставить две сим-карты либо одну сим-карту и карту памяти для планшета это более чем достаточно 4g поддерживает так что друзья пользуйтесь интернетом без ограничений ну и плюс ко всему gps здесь также присутствует можно и в машину слушайте красивый стильный такой аппаратик мне нравится как формена камера еще раз она конечно выступает но такой кронированный зеркальный ободочек металлический или пластиковый интернет ну красиво смотрит симпатично ладно теперь надо аккуратненько снять пленочку так чтобы она осталась именно приклеена так есть зацеп ах ты слушайте плохо и сорвал да что что ну ладно сейчас я доработаю однозначно большой плюс что на экране уже приклеена защитная пленка планшета мне уже попользовался достаточно долгое время им пользовался ляпается он кстати очень сильно эта пленочка так вот попользовался готовым рассказать antutu тест я прогнал игры поставил уже поиграл и звук послушал и картинку посмотрел друзья из приятных мелочей вот в области фронтальной камеры так вот пожалуйста горит светодиод цветной то есть ставите на зарядочку горит там красным цветом зеленым когда полностью зарядился ну а также вот допустим какие-то у вас мессенджеры установлены и если вы что-то пропустили какое-то сообщение 5 таки загорится светодиод это приятно хорошо двухполосный фай поддерживает 12 android тут же также есть и управление жестами ну вот я предпочитаю такие кнопочки обычные на планшете мне это более удобно планшет работает достаточно плавно но правда здесь дисплей 60 герц 90 здесь нету 120 также нету но он стоит недорого относительно недорого к тому же знаете что я посмотрел на алиэкспрессе такие чехлы вот именно такие чехлы он кстати говоря когда такой приподнимаешь он автоматически выключает дисплея когда опускаешь вот этот книжечку до крышку сверху то он выключает так вот такие чехлы ну где-то полторы тысячи на алиэкспрессе стоит на разные модели разных производителей то есть вы считаете в этот же комплект полторы тысячи рублей положили да еще и пленочка здесь уже приклеена пленку купить алиэкспрессе тоже минимум 300 рублей а то и выше даже 500 на планшету что большая площадь да еще учтите умеете ли вы клеить или не умеете то есть вы еще можете заплатить за поклейку это все у вас коробки есть это такие приятные моменты далее хотелось бы отметить что когда играл где-то через полчаса вот эта область хорошенько так нагрелась металлу здесь вот в этой области это было холодно видимо здесь процессор находится вот это все место выделено под конечно же аккумулятор начнем с его дисплея дисплей большой 10 дюймов горят у меня три салбокса очень яркие давайте один погашу все же так вот для потребления контента как прикроватное устройство full hd разрешение здесь дисплей дисплей приятные стандартный обычный IPS матрицы дисплей ничего особенного но все-таки по цветопередаче ничего так full hd разрешение в принципе хватает нет здесь такой особой зернистости и сразу давайте пройдем на youtube допустим да вы посмотрите как это выглядит картинка ну и заодно послушайте звук вообще дисплей нормальный но вот что касаемо звука 4 полноценных динамика с обоих сторон стереозвучание dolby atmos на вот эти все дела звучит очень громко даже избыточно громко невероятно часто полная громкость но давайте вот пример первое попавшееся видео очень громко не знаю давайте еще тик-ток пройдем там послушайте мама можно я пойду с друзьями если надоел стандартный в общем действительно хороший нормальный хороший для этой стоимости дисплейчик но и просто умопомрачительный звучание просто шикарное даже избыточно громкое так ну а теперь плавно переходим на камера да нет хотя камеру давайте потом интересно что по производительности по играм сейчас я поиграю кстати говоря в call duty вам покажу как он это все дело тянет уже играл и достаточно долго нормально тянет посреди настройки все-таки продемонстрирую для начала идем в antutu тест посмотрим насколько он там набирает вот эти все дела и так antutu тест 224 балла так 224 тысячи баллов даже 862 ну в принципе базовый процессор по поводу процессора что же здесь установлено кстати touch поддерживает 9 касаний почему-то я проверял но как есть итак у нас тут t618 это китайский процессор mali g52 это у нас графический процессор разрешение дисплея 1920 на 1200 это восьмиядерный процессор два ядра у нас cortex а 75 более мощных 6 более слабых cortex а 55 что это нам дает в играх вы сейчас посмотрите запускаю call duty так эту карту я прекрасно знаю знаю что здесь надо делать так что приступим громкость на все ах ты на надо выходить куда ушел так а что это у нас тут а возьмем-ка мы популяем куда ж ты несешься блин а где курятинка и посылка куда-то лобешник как видите пока полет нормально звук конечно впечатляет как бы вы не играли вы звук не перекроете для тебя все таки убавлю его слишком громко ах ты гаденыш ну иди сюда не менее дружище так и надо делать резкий заразы как по нос ты смотри не успеешь за ними ну куда ты куда ты посылка курьерская ну куда ты куда ну неплохая охота неплохая еще одна посылочка у нас наш ух ты что-то ушах зазвенела да так кто там такой резкий вот так двоих одним выстрелом теперь когда вы посмотрели как он тянет игру в принципе сделали свои выводы давай теперь перейдем в камеру на самом деле с камеры здесь я не буду вам особо вот распинаться обыкновенные камеры это всего лишь планшет если вам нужно действительно сделать качественную фотографию совету воспользоваться своим смартфоном а так принципе 13 мегапикселей камера ну да срабатывает достаточно неплохо для планшета ну дайте к примеру вот фоточку сделаем посмотрим что у меня получилось принципе неплохо смотрите даже очень неплохо учитывая что это планшет что касаемо видеозаписи тут нет стабилизации изображения как принципе на фото нету стабилизации изображения так нету стабилизации изображения на видео что касаемо фронтальной камеры обыкновенная фронтальная камера я бы даже сказал она здесь слабенькая только если использовать исключительно для так исключительно для исключительно для видеоконференции для для того чтобы поговорить с кем-то по видеосвязи в принципе 8 мегапикселей срабатывает смотрите даже щетина видно нормально опять-таки для видеоконференции подойдет я навряд ли себе представлю такую картину что вы бегаете где-то по улице с планшетом и стряпаете на скорую руку щелкаете с афачи но навряд ли ну как бы есть здесь камеры за это спасибо но кстати говорит у нас мегапиксельная камера вполне себе нормальная автономности 45 часов у вас где-то на 50 процентов яркости режим работы экрана а вот заряжается достаточно долго то есть 8000 с лишним реперт час и 18 ватт зарядка короче чуть больше двух часов зарядка или полный до от 0 до 100 процентов и достаточно долго теперь подводя итоги хочу сказать что но особенно мне здесь понравилось то что все-таки планшет во первых хорошую комплектацию имеет за какие деньги у вас и чехол и пленка на экране да есть три с половиной мини джек великолепный здесь звук четыре динамика заявлены неплохой здесь дисплей нормально здесь автономность по процессору есть вопросы но как видите он особо не лагает нормально плавненько работает даже поиграть требования игры можно на средних настройках фотографирует нормально как для планшета в общем-то и корпус алюминий выглядит он неплохо такой тоненький стильненький хорошенький есть даже кстати разблокировка по лицу пин-код можете ввести 8 128 памяти еще и расширить можно и сим-карту поставить 4g подключить в общем-то и были комплектации неплохая то все здесь нормально может быть процессора вас смутит ну как видите тянет он играми в принципе не тормозит все нормально так что заявленной стоимости он соответствует покупать не покупать решать вам ссылка в описании приходится рискуку на данный момент стоит как по мне вот сейчас вот стоимость на распродаже вполне адекватная да а а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok